Итак, Dream League сезон 12 продолжается, и на очереди вторая карта в финале лозеров в рамках противостояния NIP против андердогов из Северной Америки Demon Slayers. И сейчас мы будем вместе со студией аналитики размышлять, что же нужно сделать молодым и задорным ребятам, чтобы одолеть старого и уверенного PPD по меркам доты, естественно. Как вы думаете, как стоит андердогам в данной встрече построить свои драфты, чтобы не проиграть так, как это было на первой карте? Возможно, сразу убрать гирокоптера в первой стадии банов? Или убрать того же Омника, которые внесли очень серьезный импакт в первую игру? Ты ответил на свой вопрос. Ну, бан гирокоптер — это здравая история. Слишком простой герой. Уже показывают все опытные команды здесь, не только здесь, на самом деле, что ты взял гирокоптера, и твоя игра строится просто. Тебе реально легко. У тебя просто за счет гирокоптера сильный тимфайт, что важно, в любой стадии игры. У тебя сильная линия, у тебя сильный тимфайт буквально на 10-й минуте под какие-то защиту или атаку первых вышек. У тебя сильный тимфайт на 20-й, на 30-й, и даже в глубоком лейте у тебя все равно остается сильный тимфайт за счет гирокоптера. Гирокоптер начинает уступать только в гипер-лейте. Там, типа, да, там есть герои, которые намного сильнее уже будут, но до туда обычно не доходят. Поэтому гирокоптера проще просто убрать или взять, и тебе тоже будет просто. Ну, смотри, какие альтернативы были. В банах первой стадии были убраны Котл, Абадон и небезызвестный нам герой Фейслис Войт. Поминая вчерашнюю игру Пепеди на Котле, я бы не убирал Котла, я бы его оставил. Можно убрать Котла, если оставить Котла или Абадона, например, потому что... Ну что, они забанили Абадона, получили Омника. Лучше, что ли, стал? Не уверен. Возможно, Абадон-то и не такой противный, как Омник. Что Омника вообще-то, говоря, скиллы им балансные. Абадон, он более сильный на линии, там, более сильный, может быть, там, в мидгейме где-то. Но если дело заходит хотя бы просто вот на один шажочек в лейт мы делаем, да, когда там гирокоптер купил себе БКБ, там, какой-то дэмэдж. Все, Омник суперсильный в этот момент. У тебя нет шанса зафокусить персонажа. Ты его не можешь за чейнстанить. Ты начинаешь все вливать, весь ДПС в одного героя, он получает грейс, с него спадают все подряд. Он получает кучу ХП, он получает хил, он получает ульт. Пробить это, ну, практически невозможно. Естественно, он после этого нажмет БКБ, а станет вообще неуязвим. Абадон так не умеет. То есть, как бы, вполне вероятно, что проще не банить Абадона. Возможно, не банить Котла. Котл неприятный, но с ним можно бороться. В конце концов, все еще, Димон, знаешь, кто есть? Никс. А Саще Котлу очень неприятно против Никса играть. Все так же. Но что-то он подвыпал из мета, не видим мы его часто на последних картах. Ну, люди забывают героев. Они вспоминают про что-то, например, Мейден. И забывают про других героев, которые тоже ничего. Ну, сколько она критики подвергалась в рамках обсуждений все-таки здесь. У ППД все отлично получалось. Заходил, БКБ включал. Ему позволили поиграть в доту. Вот вчера мы, например, видели их игры Нипов против Alliance, более сильного оппонента, более шарящего. Там подобные герои типа Мейден или Вичдоктора от ППД просто не играли вообще никак. Потому что противник полностью понимал. Не нужно лезть, скажем, под Вичдоктора. Не нужно идти к Вичдоктору, воевать на линию как-то очень активно. Не нужно лезть к нему на треплу. Не нужно драться с Вичдоктором в его лесу на седьмой минуте. Все это не нужно делать. Он реально может всех поубивать. Это сильный герой. Но зато нужно драться с Вичдоктором, когда у вас, не знаю, Аегис на Вивере, Диффуза и Мьолнера. Вот можно драться с Вичдоктором теперь. Теперь этот герой просто вот так вот рот открыл. И туда молния залетает от Вивера. Вместе с Джамини Атак. Так что вот просто нужно понимать. Вот они как бы... Вот у противника Мейден, Герокоптер, у противника Омник, у противника все на тимфайт очень сильное, нереальное. И они лезут и вот и дерутся, и дерутся. Конечно, если ты пятью милишниками заходишь просто вот куда-то под Мейден, получаешь колдаун Герокоптера и новую Мейден, у тебя никто не ходит, никто ничего не может, вы проиграли драку. Ну, как бы нужно понимать силу и слабую... Нет ни одного абсолютно бесполезного героя в Доте. Но просто есть герои, у которых пик силы приходится на слишком ранний отрезок времени, это и есть Мейден. И потом она бесполезна. И просто не нужно драться с ней. Я повторюсь, Мейден ситуативно. И нужно подстраивать ситуацию под ней. Да. Следовательно, когда ты берешь Мейдена, против тебя толпу милишников берут, тут вообще по кайфу что-то. Нажал БКБ, всех убил ультимейтом. Один из сильнейших ультимейтов в Лейте. И не только в Лейте, кстати, он даже уже на 12 уровне начинает раздавать, поэтому Демон Слэрис просто нужно что-то пикнуть нормально. Пока мы видим того же шалду Демона, непонятно, почему они снова открываются с него, учитывая, что в прошлой игре не пошло от слова совсем. И, видимо, им показалось, что их убил Эмбер Спирит. Но в прошлом драфте их мог убить кто угодно. Это мог быть Эмбер Спирит, это мог быть, там, не знаю, какой-нибудь Шторм. Ну, то есть любой летчик под Хевен и Грейсом. Судя по тому, что я вижу, Демон Слэрис решили, что основная проблема на прошлой карте это Эмбер Спирит. Да, но просто на него кидали Хевен и Грейс, Юра, а у них контроля было маловато. Тот же, допустим, Сикерс слабый контроль, и Некрофос, который этот своей косой замахивается, замахивается, а он просто улетает. И улетал он много раз. Ну, да, контроля немного, под Грейсом тяжело, да и, на самом деле, дело даже не то, что в контроле, дело в том, что у них не было физического урона, фактически. Был только магический урон. Ну, Блаттикер вообще не урон, он, типа, не считается. А как ты пробьешь-то Эмбера? У него щит абсорбит 600? Много, короче. Я не играю на Эмбере. По-моему, 600. Короче, абсорбит кучу магического урона. Тебе бы хотя бы щит пробить бы этот, чтобы потом внести какой-то урон, чтобы потом его как-то добить. А у тебя, внимание, Тиня, это фактически магический урон, Шейкер это только магический урон, Жадов Демон это вообще не урон, и Некрофос это тоже фактически магический урон. И только Блаттикер, ну, который, в принципе, до Эмбера вряд ли когда-нибудь доберется, потому что Эмбер там прыгает вокруг него, как этот ниндзя такой, а, соответственно... Ой, красава! Ну, зачем же так в воскресенье делать, а? Зачем? Пусть и час дня, но зачем байтить зрителя? Не, ну, у него еще раньше, чем у нас. У них же сейчас вообще 12 только. А сейчас уже. Тогда понимаю. В этот раз не ЛЦ, в этой стадии забанили Демон Слэрс, а убрали Угника, который показался неудобным. Им показалось, видимо, что все идеально было в их идее. Ну, там пара героев, Эмба. Ну, на самом деле, они, по-моему, не поняли, что два вот этих героя против Эмберс, это и есть Эмба. Первых. То есть, если они сейчас продолжат пикать то же самое, что в тот раз, они опять проиграют, потому что просто, ну, ППД найдешь, что-то засунуть. Там может оказаться огромное количество любых персонажей, и все равно Демон Слэрс будет крайне тяжело воевать против Геррокоптера с ЦМК, если они наберут милишников. Я надеюсь, что они не будут повторять сейчас полностью свой пик, потому что это закончится ровно тем же самым. Ну, у Питера Даггера полностью, пока картина совпадает с предыдущей картой, абсолютно те же герои, в абсолютно том же порядке. Смотрим, что будет менять сейчас Демон Слэрс, убирают, они все-таки Вайда в этой стадии, и ЛЦ забирают себе. ЛЦ? Ну, ЛЦ чуть поинтереснее, чем там Шейкер, ой, Тинни в смысле. Бивер уже врывается над Таской. Уже катится. Ну вот, если Бивер возьмет Таска, я уже ставлю на Демон Слэрс, если что. А может быть, он вспомнит? А что он вспомнит? Он просто милишник, закатит в эту толпу людей, его там просто распополамят. Нет, конкретно здесь ему не нужно катиться толпой, ему нужно ждать Легион Командера. Ну, он сорвется. И потом. Он сорвется, Демон. Самое грустное, когда у тебя в команде Таск против тебя Легион Командера, и Таск всю игру пытается начать драку. Вот это самое грустное, это просто фри дуэль для Легион Командера в каждом замесе, потому что в тебя он вкатывается. Мы вам тут привезли, пожалуйста, по дуэль. Да, он просто вкатывается, как бы уже намекает, что подругу дуэль меняет. Это вот самое печальное, что бывает. Нет, нельзя, нельзя брать, скорее всего, Таска против Шейкера. Это вообще опасно. Потому что Шейкер очень легко ему законтролить. То есть Таск взял одного героя с собой, покатился куда-то, Шейкер просто ждет этот момент. Просто там чейнстан, пермастан, бам-бам, все взорвались. Нет, Таска. Я верю в Бивера. Да не будет Таска. Бивер, давай. Покажи по пиди, я хочу Таска. Ну, по-хорошему, по-хорошему. Если бы я был бы игроком в Доту нормальном, я бы сказал Петер Даггеру, возьми Оракла. Мы взяли Мэйден четверкой, а Оракла пятеркой. И как бы нас Мэйден будет подфармливать, там милишники опять, тут хорошо зайдет Мэйден с предметами. А Оракл просто, он, во-первых, диспеллит пресс-атак, что суперкруто. Во-вторых, он просто засейвит легионки в любой ситуации. И вы не будете, ну, как бы вам не нужно будет об этом дома. Это все отлично. Вы просто играете, у вас гирокоптер, ему главное нафармить. Оракл потом станет сзади, он всегда спасет гирокоптер, гирокоптер всех килл. Но тут сестренку Лину берут. Но это для Гуннера, мне кажется, это Миндер, скорее всего. Ну, это флекс-герой, понятно, но почти уверен, что это для Гуннера. Мне, кстати, показалось, или Мэйденг и Лина это два единственных героя, которые смотрят вперед? Как и ты, единственный человек в аналитике, который смотрит вперед. Давайте увидим, чем Demon Slayers будут отвечать. Я думаю, что они понимают, что это флекс, что Лина может отлично постоять мид и может уйти на четверку. Кстати, Бивер играет, да? Замечали за ним этого персонажа? Бивер знаком играть на линии? Да. Или это стандартная ситуация для четверки? Да слушай, ну как четверка может не играть на линии? Ты даже если ни разу в жизни не играл на линии, ты приходишь, смотришь, у тебя 670 радиус атаки, ты такой, ничего себе, и уже играешь на линии. Уже научился автоматически. Типа того. Как в Матрице, помнишь, я пересматривал недавно, 20 лет в фильме, между прочим. Загрузи мне умение играть на линии вот так вот. Я умею играть на линии. Вот это было бы здорово, конечно. Ну, даже ты сумеешь играть на линии, если что. Нет, я умею. Юл, Стан туда, все. Это получается. Воу! Я чувствую эти тайминки. Воу, парень. О, спектра демонстрирует. Спектра. Это такой герой. Ну, такой. Ну, то есть, есть, например, ну, смотри, у противника Герокоптер, Мэйден, Лина. Какой герой напрашивается вот просто? Третий маг, Ярослав. Я слишком много играю в Вандерлордс. Я понимаю, Коттл, то есть, напрашивается. Ну, если Мэйден, это третье, Коттл второй, Гирыч, Лина, хорошая стенка. Да, все. Нет, какой герой... Тайтхантера надо взять, да? Какой герой... Какой герой напрашивается? Ну, очевидно, Найкс или Джиггернаут. Ну, как бы... Ну, это как аксиомы, но они не просто так существуют. Потому что, ну, Найксу просто пофиг на всех троих вообще. Он игнорирует их урон. Вот. А Джиггернауту тоже частично. И Джиггернаут, он... Ну, знаешь, он сначала покрутится, потом просто нажмет ульт, он не уязвим там из-за этого секунд десять в драке. Соответственно, все вот эти рассказы про касты, Лин, Мэйден, все заканчивается. И тут такой Джиггернаут выходит, там, из всех своих приколов. Уже кого-нибудь убил с ульта, более того. Оказывается, что у всех все КД, он начинает всех распиливать, разрезать там, возможно, еще и с БКБ. Ну, то есть... А Спектра — это очень пассивный герой, который будет страдать. Она вся... Нет, Спектра все равно может дать пирожков, так сказать. Но мы знаем, как гении на Спектре могут играть. Возможно, вот в этой команде. Как гений, как Эпилептик Кит? Прыгать между всеми иллюзиями, все равно умилеть, потому что этот герой не умеет ничего больше особо. Я вспомнил Анну, правда, с предыдущего Инта. А, Анна? Анна там на предыдущем игре играла, как Ника Бэби. Мне кажется, его подгоняли все команды. Это на этом Инте? Это просто демон какой-то стал. А на том игре Инте он играл настолько трусливо, что на Спектре он не делал ничего. Что помогло выиграть? Саппортов с Тараской. У него Тараска за Спектре, а за ним за Спортом такой... Страшно, страшно вырубай. Ну вот герой, который бы впитывал впереди. Кентавр появляется за NIP. Кентавр божественен. Он мужчина. Кто напрашивается, когда у тебя две женщины и Дрич? Естественно, мужик, идющий вперед. В смысле Дрич? Ну, Герокоптер. Герокоптер точно не Дрич. Но пока они купят БКБ, он Дрич. Нет, погоди. Человек, он не прав, кстати. Герокоптер очень много жизней. Потому... Обрати внимание, Димон. Оно неявная ситуация, но это такой персонаж, который имеет и неплохие приросты, судя по всему, потому что хп у него всегда много. Но самое главное, что он покупает такие предметы. Ну, то есть это Брабанаганим, это очень много хп. Знаешь, он берет на 10 уровне таланта иногда еще на 225 или 250 хп, и ты смотришь, у него 2000. Тут просто летает на 12 уровне 2000 хп героя. Я познаю со сравнением, по сравнению с Кентавром, он Дрич. Кентавр там, по-моему, про силы где-то 4, если я не ошибаюсь. Больше, больше. Там почти 5. Ну да, и Кентавр здесь прям решает вообще все вопросы. Я вообще так смотрю на Демон Слэйрс, я вот смотрю на них и вопрос, а как они вообще, то есть, ну, что в дуэль пойдет? Вот она дает дуэль, надо кого-то убить. Демон нужен, да? Нужен хоть какой-то демон ждал, хотя бы я... То есть Хаслэм не в счет, потому что Хаслэм не хочешь тратить в одного героя, в одного. В одного. Не хочешь тратить Хаслэм. Шаду Демон, Спектра, это все очень медленно, и, соответственно, нужен хотя бы один убийца. Убийца нужен. Ну, сейчас мы увидим, видимо, это мидер, который должен этот урон заносить. Кто это может быть? Для Сикера здесь рай. Вот ты пока смотришь на этих милищников. Вот, в принципе, знаешь, если подумать, рай для всех. Рай для Лины, которая может по всем дать стан. Рай для Мейденки, там, нова по всем, мульта по всем. Сикер кастует Саленс, там просто все убегают сразу, даже Спектра. И Демон Слэйрс нужен хороший, уверенный Стреллок. Да, при том, нужно еще задуматься о том, что, судя по всем, по тому, что я вижу, мне кажется, что на IP пойдут триплой в Хард, Блотсикер поставят в мид, Кендавра на легкую один на один с Легионкой, и идея в том, что вот эта вот трипла Мейден, Лина и Гирыч, она очень жесткая. Они будут нон-стоп просто спамить под ауру Мейден всем подряд, будут флэками, будет заливать Гирыч, будет Лина спамить. Стреллок. Не тот, не тот. Короче, они будут спамить, Блотсикер будет все время в миде разогнан из-за этого, будет очень хорошо там стоять кейс с Одинайдса, в принципе, может даже и Квиннов Пейн он и помешать где-то, потому что если он все время на спидах, так сказать, с ним ни один герой в доте не будет стоять. Вот, мне кажется, они так, возможно, сделают, потому что иначе не очень понятно, зачем им Блотсикер был нужен. Пейн такая. Итог рассуждений, на кого делаете ставку по правду. Правда. НИП от Дмитрия и Ярослав? Ну, тоже, на самом деле. Тоже, тоже на НИП поставлю. Хотя, есть какое-то подозрение, потому что, ну, есть что-то. Они фидонут, спектра оденет. Да, 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 именно. Потому что даже в прошлой игре были вот эти моменты, где демонслейерс, они реально цеплялись. Вот, цеплялись за возможности, но им все время не хватало урона, потому что был этот омник, он все время всех обхиливал, ну, и просто не хватало. Но здесь, например, этого омника нет. И вот они очень цепкие. Где-то разочек камбэкнут, спектра там приодень, ну, возьмет какой-нибудь, сорвет какой-нибудь стрик, возьмет предмет, и, в принципе, если спектра доживет здесь когда-нибудь, да, прям лейто-лейто, она порежет все. Но просто этого, скорее всего, не должно произойти. У тебя там коллега замахивается на фразу. Поэтому Ярослав за... За ИНИП он. За ИНИП, да. Он сказал свою ставку, но просто он верит в ребята из Демона Слэра. Я понимаю, я хотел, чтобы это вот под конец своей речи прозвучало от него. Итог от аналитиков мы услышали. Их прогноз ясен, они за фаворитов. А мы передаем слово нашим комментаторам вновь. Это Морталис и Майлшторм. Ну, хотя бы в этот раз вот есть уже какой-то задел на лейт. Да, мы понизили Морталисы немного. После прошлого. Окончание прошлого. Сейчас еще понизим немного. Он говорит, слишком высокий. Это было... Вот теперь нормально. Ты думаешь, да? Ну да. Это было слишком жестоко. Мне нужно же когда-то хотя бы быть выше, чем кто-нибудь. Да. Уже там и все и так спалили, знаешь, на этом, на эпицентре все мои трюки. Вот. Ладно. У нас такая вот карта замечательная. Что думаешь по поводу драфтов? Да, думаю, что NIP попробует сыграть первым номером, попробует задавить, если этот сикер разгонится, потому что мне пока не везет на удачные игры в исполнении Бладсикера. Все, что я комментирую, он проигрывает, его давят на линии и затем он просто бегает абсолютно бесполезным. Здесь, ну, пожалуй, его NIP поагрессивнее. Герои, саппорты как-то пожестче на старте, особенно по Дауре и ЦМке смотрится. Кентавр сам по себе крайне силен и может быть гораздо полезнее, чем ЛЦ, особенно там в первые минут 15. Ну и гирокоптер, про него и так все ясно. А здесь придется слева играть очень осторожно и просто максимально создавать пространство для спектра. Если спектра свое на фарме, то она, наверное, в лейте может порезать всех, но для этого надо как минимум полчаса. Знаешь, вот я смотрю на эту ЦМку и как же хорошо заходит ее аура в пике NIP вот реально, казалось бы, все просто. Аура, да, это здорово, но, опять же, те же мои любимые ФТМ, которых, к сожалению, на турнире уже нет, вот у них эта аура не работала от слова совсем. Здесь же мы видим вот эту вот суперагрессию, так, Гуннеру только главное не подставиться. Хотя пока гирокоптер идет на топ, но посмотрим, может быть, будет смещение. А, нет, он идет в мид, да, да, да. Скиттер идет на топ, но он идет один. Так-так-так-так-так-так, прогрызает себе дорожку, уходит. А снизу у нас получается трипла с кентавром, да? Да. Две баунтируны там забирают. Вот так вот. То есть гиромид. Ну, мне понравилась просто идея Ярослава, реально, вот с этим отспамом взять трипл-линию с гирокоптером и просто наказывать. Вот считают, что гирокоптер лучше против клопы простоит. Именно так поэтому расставили. Там милишник, который постоянно под даггером бегает. Да, мне кажется, Сикеру все равно, если через Блад Рейдж сыграть, но посмотрим. Да, тут поставили вот так вот. Давно не видел просто вот этого сикера через Блад Рейдж, который хоть что-то делал вообще. У нас в последнее время Кастабили только врывался и со своей аурой. Итак, Юниверс снизу против Кастабили как раз того самого. Кастабили вообще на самом деле знатный такой хардкер. Так, тут скитера подзажали. Он дает сайланс. Помнишь, может быть, видел этот хайлайт с квалэнта, где Кастабили один против пятерых на ТБ остался и убил всех пятерых. Ну, с помощью таланта на Сандер, понятно, с маленьким кулдауном, но это было очень красиво. он умеет фармить, ему нужно дать немного времени и, наверное, вот такие герои ему подходят столько больше, чем сикеры всякие, на которых ты не можешь просто постоянно стоять и фармить. Абсолютно другой формат персонажа. А здесь ты бьешь крипов, периодически подключаешься к команде через ультимейт. Ну, идеальный вообще персонаж для тех, кто очень любит фармить. Так, а сверху размены с пылами, фиссура в одну сторону, скитер 6-0, спектр 6-2, гирокоптер 5-2. Пока не вижу никакого, ну, легионка немного просела, но, опять же, не сильно. Пока слишком равное начало. ППД нашел вард в лесу. Кстати, возможно, возможно, ППД даже зачекал реплей. Ну, по-хорошему, он должен был это сделать, если было время и прочекать, куда там поставили вард, потому что он в прошлой игре вроде и сэндри поставил, но вард не нашел. Но вот сейчас мы видим на этом споте он уже все разблочил. Самое главное даже не то, что разблочил, а вард сам по себе это не столько золота, которое, безусловно, приятно суппорту, сколько это опыт. Опыт с варда невозможно переоценить. Ну, спектру-то на фрифарме оставляют таким образом NIP. Там вдвоем герои стоят и спектра всех крипов стараются добивать. В целом, неплохо пока получается. гонять ее тоже пытаются, но постоянный реген и проблем не должно здесь быть. Знаешь, я думаю, вот с уровнем Лина должна прям, учитывая, что есть цемка, прям эту спектру совсем загонять. То есть, станы, 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 кентавр станет, Лина станет и должны быть проблемы у гастабили. Но пока только второй уровень более-менее получается фармить. Шейкер, вот что делает Шейкер? На гирокоптер выходит, может быть. Опять тот же самый вар. Там посмотри, какой он битый. Регена нет серьезного. Квапа гоняет и может быть получится. Оп. Ну и Курьер сейчас прилетит. Да, Курьер прилетит, но Шейкер ничего не сделает. О, прыжок Квапы на миде, на миде там душка, душит, душит. Убьют, должны убивать и без размена. Задушили все-таки. Очень хорошо сыграли. Увидели, что гирокоптеру подъезжает хил и быстро накинулись на него, понимая, что он битый стоит и где он находится. Шейкер здорово сыграл. Я хотел сказать, что Шейкер, что-то он туда пришел, сюда пришел, пользы пока не сделал. Но вот, пожалуйста, первая польза от Шейкера. Это очень важно, на самом деле, потому что получил он крайне мало. Посмотри, снова выходит, хотят еще и снизу убить и есть шансы. Это всего лишь Лина. Однако станом та попадает по спектре. Шейкер обязан фиссуру давать. Вот она, фиссура. Лину не должны отпускать. Бивер. Несколько ударов осталось нанести. Пойзон может быть какой-то повесить. Снова стан очень здорово и доджит Пойзон. Великолепно сыграл Бивер. Да, дело в том, что Пойзон рановато Shadow Demon использовал. Можно было еще стак накинуть. Ну и нужно было еще стак накинуть. В итоге не забирают Лину, хотя к Шейкеру претензий, по-моему, особо никаких нет. Он все хорошо сделал, перекрыл, но просто не хватило ресурсов. Фрэнсис любит так играть. Он постоянно старается брать таких героев себе на четверку, чтобы часто по карте перемещаться. Ролли. Да, он находит просто фраги. Он на Миране великолепно в этом плане выступает. Он постоянно бегает, ищет киллы здесь на Шейкере. Тоже не хочет расслабляться и постоянно перемещается по карте. Наверху пока оставили в соло стоять ЛЦ. И мы видим, у ЛЦ все неплохо. Крипов добивает. Ее не убивает здесь никто. Так что все хорошо. Вот гирокоптер уже проседает. Причем проседает очень серьезно. В два раза уступает. Это шанс. Вот зацепиться за какой-то шанс, который позволит выйти в лейт, скажем так, для Demon Slayers. Например, проигранный в Салатину мид у Нипов. Так, Юниверс. Ой, Юниверс. Не попал с танчиком. И очень печально это, потому что баунтируну отдал. Тут еще и на Бивера отличная фиссура. Такое ощущение, что сами не поверили. Четвертым стаком попадает. Бивер пытается сдать стан, но Фли уворачивается. Пятый стак и Таверна. Ну, или так. Или так. Да, в итоге фраг все равно достался Шадоу Демону. Ну, а ППД забирает здесь баунтируны. Хороший отрезок, прямо скажем, получается. Легионка успевает кинуть на себя подхил. Так, и нам уже вывели Нетворсы. Сикер в топе, Клопа в топе, Кентавр, Спектра чуть отстает, Гира сильно отстает, ну и Легионка также. Зато у Шекера для четверки хоть какое-то количество денег имеется за счет вот такого роуминга. Ну, Сикер пока неплохо действительно линию свою стоит и я надеюсь, что он будет очень активно. У Гунера проблема. Хочется видеть киллы в исполнении этого героя. Снова нападение в центре, Фиссура, но там Квапа получает. Накопрыгает, ничего не боится. Гунер еще и под Шадоу Демона попадает. Дерется до конца, понимает, что точно умрет и может быть какой-то размен получится хотя бы сделать и не знают, кого бить. Бьют двух разных героев. Квапа, нет, не добивает ППД, и скорее всего еще один удар нужен. Уходит Кин оф Бейн. Очень слабые тычки. В итоге чуть-чуть не добили Квапы. Вот совсем немножко не хватило. Они разные цели били. Можно было переключиться на Шадоу Демона и добить его точно, но все-таки со своей задачей Бивер справился по итогу. Много времени потребовалось. Бивер красавчик. Тем не менее, размен очень хороший. То есть втроем вышли на Гира и не смогли его безразменно забрать. Забрали Гира, но вразмен на двух суппортов. При этом Квапа также бонусов особых не получила. Она пошла на базу. Очень много времени потеряла снизу нападение на Кастабиле. Но вот Кастабиле уже тяжело. Уже эта Лина приходит, дает стан, Кентавр ретилеет. Все, минус все хп. Сейчас надо отрегениваться и в следующий раз Лина опять придет, опять даст раскаст. Аура ЦМК работает, как мы видим. Так, нормально. ЦМК СДД. Может быть, в спину обойдет сейчас ЛЦ. Мы видим, что начинают хп потеряться и ППД подошел. Сайленс есть. До конца пойдут или нет. Тут два телепорта, которые прогоняют отсюда команду НИП. Однако один телепорт до конца был скастован. И тут уже Квапа в контратаку за ППД. ППД сражается до конца. Тоже понимает, что тяжело ему будет выжить. Здесь Скиттер. На помощь приходит Фрэнсис. И уже Скиттера бьют. НИП точно фраг здесь не заработает. Главное, самим никого не потерять. Ну, Скиттер очень хорошо ускорился. Яд Квапы. Третий яд Квапы. Очень много урона. Очень хорошее замедление, как мы видели. Против Сикера это приятно в начале игры. Он не может супер быстро бежать. Ну и ЦМка догорела. В итоге фраг на Квапе. Не дали своих в обиду. Помешали немного Бладсикеру. Гирокоптер при этом фармит леса. Взял себе такой интересный билд. Ну, стандартный просто. Когда ты хочешь быть поплотнее, берешь брасерок вместо бонда. Одного. Так, и у нас тут Шадоу Демон. Вард поставил. Гиро видит. Причем Квапа еще так и не дала свой ультимейт ни разу. Все как-то ждет подходящего момента. Да пока и так хватает для того, чтобы убивать. Так, а Гиро. ЦМка. Ой, как Шадоу Демон сейчас сыграл. Даже непонятно. Лучше он сделался хуже. Он спас, по-моему, сейчас Гуннера. Таким образом. И сейчас контратака пойдет уже от NIP. Они будут убивать людей. Одного уже забрали. И второго также убивают. И стабилис. Лоу ХП. Зачем-то прыгает за Гуннером. Ушел все-таки. Ушел. Ушел. С трудом. С огромным трудом. Очень рисковал. Слушай, Шадоу Демон уже вторую игру подряд. Помнишь, в первой игре Тинево его выкидывает? Он прячет себя вместо того, чтобы спрятать нужную цель. Здесь та же ситуация. Выходят, но прячут Гирокоптера, который уже дал все свои сплыни. Могут его добить. Очень плохой отрезок. И сейчас Нипы разбивают смок. ЦМ-ка Лина. Четвертый, пятый. Маловатый, конечно, у них экспы, чтобы прям кого-то заберстить, но могут попробовать поймать. Нет, Лина выходит в мид. Шестой нужен. Ага, нашли Легионку. Аккуратненько тыкнул вард ППД, чтобы его не заметили здесь. И уходит. Да, это довольно важно, что там поставил вард так, чтобы тебя не увидели вообще. И вард еще вот такой вот стоит. Легионка ничего не видит, подходят к ней два суппорта, но она довольно плотная, на нее не хочется выходить. Идут вниз. Здесь Спектра. Спектра не очень плотная, у Спектра маловато. Там Стампит в КД, мы помним, что ультимейт Спектра тратила недавно. Не подцепить здесь, потому что Спектра кинет даггер и уйдет в лес. Или, или, и не в тайминг кастует Станцву Кентавр. Да, Юниверс самому бежать. Второй раз уже при том. Нет дуэли по-прежнему, но Юниверса тяжело пробить будет. И здесь снова разворачивается и на IP убивают. Очень быстро ЛЦ. Может быть дальше за шедоу демоном. Он очень слаб. Да нужно, нужно идти до конца, нет? Нова. Да, аккуратно, просто очень аккуратно еще. Тут Сикер еще тут в пятером и на IP нужно душить, мне кажется, команду соперника. Убивают второго героя и дальше за Квапой, за Кастабили. Хороший ультимейт от Квапы. Быстренько выключают гиро ракета в спектру. Есть станк продолжения. Сайленс. Ну, в четвером могут. Могут, я бы сказал, должны. Шекер дает фиссуру, Кастабили уходит, еще один стан. Все-таки забирают его. Какие все биты? У Квапы просто нет маны. И только это спасает. Пытается отсюда убежать Сикер, но его там блочит Шекер. В итоге забирают СМку. Кто-то битый там в кустах и нет маны вообще. Как тут забирать этого Сикера? Непонятно. Помощь. Нужна помощь. Летит. Летит гирокоптер. Светит курьером. Шекер в итоге не удержался. Далл ультимейт. Ну и гирокоптер вряд ли кого-то заберет. Хотя очень-очень хочет. Или Шекером можно попробовать. Нет. Вот этого и боялись Нипы. Они так аккуратно заходили под вышку, но они боялись, что что-то им прилетит из кустов. Им прилетел Соник Вейп по всем. Моментально выключили гирокоптера. Спектра забрала фраг, который могла не забирать. Да, тут 4 баунти руны, как нам показывают еще и на 10-й минуте отконтролили. Короче говоря, из-за того, что вот так вот жестко Дайр в пятером атаковали эту тир-1 вышку и переагрессировали, они сейчас очень много отдали. Вот просто остановиться на моменте, когда они забрали там второго героя и все, и уйти. Но полезли дальше, дальше, дальше. Вообще затея лезть в кусты против Спектра и Квапы, ну, сомнительная. Потому что Спектра, это против Тринтавы еще бы полезли, которые там по этому лесу ходят беспрепятственно. В итоге суперсильная Квапа 4500 Нетворса с хорошим уровнем. Спектра, скажем так, не отстает сильно. Ну и Шейкер. Кирокоптер сильно проседает. Вот он в миде стоял, мы сравниваем его с Квапой и понимаем, что эти смерти достаточно частые в его исполнении слишком мешают его экономики, он не может нормально заработать денег и может быть одного Сикера и не хватит. Здесь Гунру, мне кажется, стоит немного уделить внимание появлению каких-то артефактов базовых, чтобы просто быть прочнее и драться уже, не умирать так быстро. Да, я полностью согласен, ведь по сути дела сейчас ломиться Demon Slayers вообще нет никакого резона. Они очень слабы против всех вот этих раскастов. Стан Кентаврна, Ульт Гира, Сайланс Сикера, все это кастуется, 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 куча магии, ответить нечем, потому что Спектре нужны слоты, Квапе нужны слоты, Шейкеру тоже. Но так получается, что Demon Slayers сами принимают бой и при этом еще и умудряются неплохо размениваться. Ну а если они выйдут в свои артефакты, то там уже будет гораздо сложнее с той же Спектрой. При этом Гирокоптер может реально застрять на вот этом низком Нетворсе. Стак от Shadow Demons двойной. Молодец. Пять. ПТ-шечка. Ну и Радиенс. Спектра пошла фармить. Здесь Радиенс классно выглядит. Да. Саппорты безумно страдать будут. Гира, который БКБ вообще непонятно будет ли первым серьезным айтемом покупать либо же опять Аганим какой-то. Да не должен. Ой-ой-ой-ой-ой. То есть вот как просил у нас на прошлой карте Скитер, но здесь просто прям яма. И вот посмотри, насколько богатый Шейкер получился. Он уже берет себе Блинк. Ему еще дали немного поотфармить, но даже без этого он имел много, потому что там выживал в разменах, убил с ульта этого Бладсикера. Вот поэтому очень важно было то, что в начале где-то на Гирыче получилось сделать фраг. Ведь это такой тоже сноубол получается у тебя. Ты начинаешь на четверке с сапогом, если ты в первые минуты сделал пару удачных вылазок, у тебя там быстрые арканы могут появиться. Или хороший задел на Блинк. Да, вот мы видим. Показывают безумно быстро. На пять минут быстрее, чем в среднем. На пять минут быстрее. Пять минут это... Это вагон. Времени за пять минут можно столько фрагов на карте увидеть. А теперь их будет делать легче и уже выходят. Я так понимаю, они должны знать на ЭП о наличии этого Блинка и сейчас просто для них будет сюрприз. Ну, не хочется сюрпризировать Crystal Maiden, а вот от сюрприза Сикера очень хочется. Очень хочется. Там как раз много крипов появилось, дополнительные големы и минус Сикер в секунду просто. Фраг причем Шейкеру достается заслуженный. И дальше за ППД. Да? Почему бы и нет? Пошла ульта. ППД, правда, тоже ультует. Быстро разбирается с ним хорошо. Кастабили, спрятали. Хорошая игра от Саду Демона. Один. Вот только сейчас Лина подходит. Только сейчас подходит Кентавр и они пытаются, кстати, разменяться и до сих пор не потеряли Гирокоптера. Только сейчас дуэль, причем выиграна. И дальше можно душить. Здесь Лина ничего уже не сделает. Кентавра на самом деле Квапа может раскайтить. Да все, тут Кентавр тоже погибает. Это Тимвайп. Да, это должен быть Тимвайп. Квапа под Арканруной. Нет, все-таки летит сюда Бладсикер и он разогнанный. Пошла руптура на Легионку. Легионка приговорена. Пытается как-то спастись, но ух, ух. Да, если бы моментов в Кураж пораспрокнул, было бы поинтереснее. Но размен все равно очень хороший для Демон Слэйерс, учитывая те перспективы, что есть ближе к Лейту, что все-таки они должны... Ой-ой-ой. Очень опасный выход. Шадоу Демон. Пошел Сайланс от Бладсикера. Станк Кентавров. Сайланс не попадает. Фессурой закрыть двоих. Закрывает. Квапа прыгает. Отлично. Куда они полезли вообще? Жесть. Чем туда пошел Юниверс без ХП? Для чего это все было сделано? Здесь миллион точек, куда можно телепорт сделать. Они зачем-то идут и умирают просто вдвоем. 3-1 по баунти рунам. И они не ожидали, наверное, что так быстро займут позицию. То есть там был и Шадоу Демон, который забрал руну и Шейкер уже стоял готовый закрывать фессурой и при этом все пришли. Ну вот, как Энэс говорил, я, конечно, ставлю на Нипов, но я что-то чувствую. Вот это вот. Чуйка сработала, возможно? Ну вот это вот, да. Потому что такое может произойти в принципе в любой игре. Но если в прошлой игре с этим Бладсикером это был билет в один конец и что бы ни произошло, Гирыч все равно вытаскивал, то здесь уже спектр имеется. И посмотри, какая сильная квапа. 6-0-7. Какое начало шикарное. 12-й уровень, вторая ульта, дабл дэмэдж в бутылке. Там еще в прошлой драке была Арканруна, которая также квапе очень-очень помогает. Ты там с бесконечной маной и с кучей спылов. Вообще для Demon Slayer сейчас идеальная ситуация. У них крайне сильная квапа плюс очень сильный шейкер с ранним блинком. И это идеальный момент вообще для спектры. В спектре не обязательно, вернее, она не будет подставляться, потому что ее команда нападает вот так и убивает просто ключевого героя, соперника за пару секунд. И спектра ворвется, когда ей нужно будет это сделать. Шейкер минус. Когда ультимейт, естественно, будет. Да, ну, это супер смешно получилось. То есть, выходили одновременно на квапу и на гирокоптера, но из-за того, что шейкер дал фиссуру, кентавр вынужден был оббегать, и квапу не забрали. Забрали шейкера, но шейкер четверка, гирыч двойка, и квапа опять залутала фраг. Это 7400 на квапе, а спектр уже второй Нетворс имеет. Вообще, если у спектры такая ситуация, когда она идет второй по Нетворсу, опережает всю вражескую команду, играя против такого агрессивного пика, то такая спектра, купив Рэддианс, мне кажется, уже не проиграет. Но это будет крайне тяжело сделать. И на IP не смогли вообще задавить этого героя. И на линии она фармила, получала там крипов, и кентавр практически не мешал, и Лина тоже, несмотря на все прогнозы, как-то не особо получалось у нее мешать спектре. И сейчас уже по карте ее не поймаешь. Постоянно спектра вообще в другой части и будет влетать с ультимейтом прямо сейчас и нападать просто на соперника. Есть дуэль, пытается быстро зафокусить. Квапа прыгает, уничтожает Сикера, дальше можно бить Юниверса, и Бивера тоже не отпустят. По-моему, здесь полягут все. Ух, какой темный. Все приходит тоже умирать, возможно. Может быть, получится хоть кого-то в размен забрать и нехило. Это было бы идеально. Стан попадает им. Юниверс пытается зафокусить Квапу. Квапы есть. Блинк, он даже не использует его. Минус 4, и ППД тоже отсюда не уйдет, хоть и забрал Шейкера. Ну, по-моему, это уже похорон команды НИП. Трипл килл. Ну, как же просто играть, когда спектр ультует, ты всех видишь, идет врыв сразу в Бладсикера. Да, это действительно по-другому не назвать, потому что НИПы просто идут на заклане. Они раз за разом приходят, не забудьте, поправиться. Да. НИПы раз за разом приходят и умирают. Причем это было, вот ты сказал по поводу того, что спектру не задавили. Должны были ее просто, ведь, ну, не обязательно ее там убивать-убивать, но просто ее отзонить от фарма. Но получалось как-то, что приходили, пробивали ее, и потом шла какая-то суицидальная атака, в которой отдавали все преимущество. Ну, и вот квинтесенция это стало, когда они там полезли на спектру, квапу в кусты, получили ультимейт. Вот это желание ее загнобить и убить как раз в той драке и похоронило, мне кажется, команду НИП. И с тех пор у них совсем дела не идут. Мы, видимо, не проигрывают драку за дракой, продолжают два кора очень сильно разгоняться. Гирокоптер там где-то на дне, пятый с конца, у ЛЦ даже денег больше и спектра еще была без радианса. Дальше появится этот артефакт, кристаллмейден Лина вообще не герои будут, они будут умирать чуть ли не с одного ультимейта спектры и фиссуры, например. И непонятно, что сейчас делать. Давить вы уже не можете, а хотя, казалось бы, нужно, а играть фарм против спектры тоже абсолютно не хочется. И непонятно, что вообще выбрать НИП дальше. Да, это всегда такой тонкий момент, что агрессивным пиком нужно играть агрессивно, но нельзя слишком сильно. А, вот этот вард, который, ну да, НИП прям плывут, потому что у них на этом варде сикеры убивали. И так, пошел анимейт, стан, квапа ультует, Герыч в итоге выживет. Ну как выживет, не отдаст дуэль, но все равно погибает. Квапа на хосте, но квапу неплохо подрубтурили. Нужно сейчас делать блинк, еще под шаг, живет, красавчик. Да, и улетит. Великолепно. Если все правильно делать на квапе, то ты не получаешь урона от ульты сикера. Ну и он сделал все правильно. Так, герокоптер. Отличная фиссура от фли. Сикер, конечно, лежит. Появился наконец-то хаунд. Можно прыгнуть, если что. Пока не делает этого спектра. Спектра уже с радиансом. Сейчас сделает. Взял там сверху две руны. Да, вот он, рапчер. Ой, рапчер, прошу прощения, хаунд. Ну все, ЦМка, как ты и говорил, четыре удара, сикер пять ударов. Гастабили даблкил. Я думаю, что ППД, как опытный капитан и игрок, он уже должен понимать, что надо писать ГГ в этой игре. Они могут, конечно, попытаться, но объективно все слишком просто. Ты просто смешь одну кнопку. Четыре баунти руны. Да, вот это тоже момент, по которому как-то по макро вообще не бы провалились. Вард, на котором их дважды убивают. Ладно, сейчас его сняли, или он сам там уже упал. Но это серьезная ошибка. Баунти руны. Что у вас произошло с баунти руной? По всей карте, смотри, уничтожают, находят Бивера. До свидания. Динай. Ну, хотя бы так, да. Ну, в любом случае, это смерть. Да? Это беда. Это абсолютная беда. И стяжка всех героев наверх. Действительно, это очень плохо. Да. Да, да, да. А спектра будет только по ультимейту появляться. Мы видим, что она где-то в своем лесу, где-то на абсолютно противоположных линиях, где нет никого. И на IP даже в теории не могут куда-то выйти и заганнуть ее. То есть вот, опять же, момент. Причем, как были отданы баунти руны? Ну, всякое бывает. Но ведь они отдали четыре баунти руны в момент, когда они в пятером стояли, смотрели на кусты, в которых сидит спектра. И думали, как бы зайти за этот тир-один. Уверен, что ППД, даже вот тот ППД в первой игре, которого мы видели, он бы вместо того, чтобы смотреть на спектру, дал бы команду своим тиммейтам ну, хотя бы две законтролить. Вы стоите рядом, близко. Ну, вышло, как вышло. Все еще сохраняют теоретические шансы у нас игроки НИП на 2-0, но очень похоже на 1-1 и все ближе это 1-1 к стабиле с своим любимым блэдмейлом. Я даже не знаю, я вот пытаюсь представить, что должно произойти, чтобы здесь был переворот с таким слабым гирочем и с таким вот сикером неодетым. очень сильно мешает шейкер в драках, то есть не бьют коры. Что там по БКБ у сикера и гирокоптера? У одного нет, у второго, соответственно, тем более. То есть гирокоптер, да, первым слотом получается покупает себе БКБ, у него нет ничего на урон. Да, это плохо, то есть он будет без урона и фармить он будет тоже супер медленно, даже после того, как он его возьмет. И в БКБ он не страшен, ну будет он там бегать, ну будет он там постреливать, но спектре это абсолютно плевать на этот урон, потому что слишком плотный персонаж, квопа всегда уйдет, ЛЦ тоже плевать, ну и шадоу демон там где-нибудь спрячется, убежит и так далее. Шейкер тоже прыгает вторым темпом, как правило, так что вообще не ясно действительно, что делать на ИП. Ну и самое худшее, а что если драк не будет и ты с этим БКБ просто продолжишь фармить вот с такой вот черепашьей скоростью и спектра с радиансом уже там станет в два раза сильнее. Заходит, забирают тир-2 сверху. Немножко есть проблема минорная с тем, что на хайграунд заходить против такого пика, ну она может быть даже не минорная, реально против новой ЦМки, стана, распама, Лины, гирокоптера, на хг спектра и вот этой вот заходить не хочется. Ну мне кажется, на хг пойдут только когда убьют. Тут на самом деле с таким пиком можно и в спину прыгнуть на хайграунд трем героям и там уже разваливать, а потом уже ломать бараки. То есть просто в лоб 5 на 5, наверное, не пойдут. А сейчас прожимают смок и пошли искать кого-нибудь. Пора вышки забирать оставшиеся. Соответственно, желательно сделать минус. Так, видят Гуннера, но не палятся на нем. И тут наш Райан, на свой любимый. Ну третий раз тут вижена нет, конечно. ППД очень хорошо выходит. Да, молодец. Выходит, чтобы умереть. Ну это тоже неплохо. И хаунд был потрачен спектрой, возможно, зря. Думал, наверное, кого-то еще увидеть, но все были, как мы видим, слишком далеко. Придется 140 секунд подождать. Ценка, урон с дуэли и по-хорошему тер-два вышка вот эта должна. Ну или снизу. Да неважно на самом деле. Здесь полностью карту захватили Радиант и делают все, что хотят. И на IP просто максимально стараются доджить сейчас драки, что опять же выгодно в первую очередь спектре, а не игрокам на IP. Да. 8400 гира. Блинк на Кентавре только сейчас. Вот какая-то инициация. И баунти руны. Так. Ну Фрэнсис тут остался непонятно зачем. Его ловят и, конечно, разбираются с ним. Любовался как-то Кентавром и забыл вообще про то, что он на вражеской половине карты. В итоге Лина его подъявила. 3-1 в любом случае. Парунам. Ценой жизни шейкера. 6100 на 1700. Вот это разрыв по баунти рунам. То есть половина своего преимущества у Демон Слейерс именно за счет баунти. Так, что у нас тут? Взял очень редкий талант, да? На урон с Overwhelming НОЦ. Ну, в общем, против этого пика точно не нужно стоять в пятером, потому что тебе залетит и ОЦ, очень болезненная, и Шейкер довольно неприятный. При желании вдвоем можно всю команду похоронить. Да. Плюс улица Пиктры какой-нибудь, там даже прыгать не обязательно в спектре будет. Мека на Шейкере. Мека на Шейкере, а Пайп на ЛЦ. БКБ на Квапе. Слушай, Мека на Шейкере это интересно. Да, я вот... Вроде как есть бурст у NIP, но при этом Пайп и Мека. И БКБ теперь на Квапе, и это все равно не пробить таким бурстом. А это вообще давно стало популярным? Я как-то не уследил за этим трендом собирать Мекку на Шейкере. Ну, мне не доводилось еще комментировать Мекку на Шейкерах. Причем даже у этой команды, я не помню, чтобы собирал у нас Фрэнсис. Ну, может быть, ситуативная какая-то сборка, там, сделает Грейвзы, и уже на команду идут. То есть там ауры, ауры, ауры. Это неплохо, нет, но просто необычно. Мека-то, она всегда полезна. Демон Слэйрс. Смог нажали и куда-то побежали. Хаунд есть. 26 минут 11 киллов. И это самый большой на этом турнире показатель. Ну, не удивлен. Не удивлен. Я не удивлен, если это там один из топовых вообще, в принципе, в данном патче. Ты посмотри, я правильно понял? У него статистика 11-0-12, и он участвовал во всех киллах команды? Да, он участвовал во всех киллах команды. Начинается драк... Нет, драки не будет. Пока подцепили Сикера. Очень больно. И еще и дуэль пошла в Гирокоптера. Нужно пытаться забурстить Легионку, но она такая плотная. Она нереально плотная. Только ППД наносит урон, который там раскастовался очень неплохо. Два их убили. И там за счет байбека может быть получится накрыть еще и кастобили. Тот... Да. Тому сбивают телепорт. И получилось отбиться. Все равно. А... А... Он убивает сам и до сих пор живет. Смотри, как он шот и шейкер подходит. И сейчас квапа вторым темпом и уже минус 4 будет, потому что Бивер не жилец. Может быть, Скитера еще попробуют поймать, раскатить Бивера, добейте наконец-то. Вот он погибает. Очередной байбек. Под блейдмейлом не хочется его бить. Квапа без маны. Без маны, да. Фли ворвался с эхо-слэмом. Вот в чем дело было. Нападение на квапу, но опять здесь Фли поднимает себя в юл. Уйдет сейчас с блинка. Но сикер очень быстрый. И... Нечем, наверное, будет. Урон-то где? Гладит. Гладит квапу. Но... Это тот момент, когда, знаешь, все... И вот что я помню. Я помню битую спектру. Пять человек вокруг. И я вижу, как умирает кто-то из героев на Эфи. Потом что-то, да, что-то там происходит. Камера уезжает в сторону. А возвращается спектра с тем же количеством ХП, только все почти мертвые. Да? Да. А там ведь у спектры еще на выживаемость не так много всего. То есть там нет какой-то тараски условной. Будет тараска, и убивать ее будет в несколько раз сложнее. Ну, это вот шейкер ворвался. Я хотел на том моменте уже начать говорить о том, что... Да и, в общем-то, можно было сказать, что драка-то получилась дурацкая. То есть ульт спектры потрачен плохо. Соперник его полностью нивелировал своим шрайном. Позиция просто шикарная у них, ОП. Там Цемка раскастовала ультимейт, и только благодаря нему они сделали первые пару фрагов и ситуацию перевернули. Но даже так все равно драка осталась за Демон Слейерс. А если бы чуть получше было место, и чуть поаккуратнее бы действовали, там просто забрали двоих и отошли, например. Не стали бы дайвить дальше. Или даже одного и отошли. Было бы гораздо лучше. 28-18. Собственно, В одном фраге не участвовал, да. В одном, где ты не поучаствовал. КДА сумасшедший абсолютно. Да, это очень крутой показатель. Если ты вот так вот участвовал везде, то есть давайте вспомним, как у вас подействовало. Фраг на миде, на гирочи, потом приходит на топ, помогает, там цемку забирает, потом приходит вниз. Снизу ультует, с дыры. Везде он реально сделал игру для своей команды. Причем, мид он выиграл сам, без какой-либо помощи. Он вот эту ситуацию, когда гироч был с маленьким количеством крипов, и его там убили впоследствии, он создал ее сам, шейкер только потом пришел. Аегис на спектре, манта сейчас будет готова. Так, и тут у нас баунти руны. Смотрим. Хаунд. И бежать. Четыре баунти руны? Да. Как же они побоялись хаунта, посмотрите, они просто все улепетывают. Даже не остались на шрайне. Улина, там четверть хп теряет с одного хаунта. Да, стоило того нажать хаунд, для того, чтобы четыре баунти законтролить. Тринадцать, четырнадцать тысяч перефарм. Но это просто какое-то тысяча семьсот на восемь сто. Я не, я такого давно не видел. Вообще ни в одной игре. Даже если команда тотально проигрывает, ну хотя бы там, ну две баунти руны за пять приемов забрать, это как-то уж совсем. Неплохо было бы подъявулить сейчас спектру, но почему-то этого не было сделано. Поэтому спектр по-прежнему с ДД. Использует манту, заходит в драку, там чуть ли не отваливается лицо у легионки. Легионку прячут, ППД, нужно сбить ему. Нечем сбить, там нет видимо фиссуры, ППД очень долго кастует, ППД сейчас может убить, наконец-то сбили и спектру это спасает. Айгис не пришлось тратить, там параллельно чуть не убили Шадоу Демна, возможно ракета его как-то добьет, если не спрячется и вот он и Хаслэм, Шейкер врывается на Гирокоптера, Гирокоптера убили, дальше за Бивером, там молнии, очередной минус. Как же карает Клапана, просто всех успевает, вот он постоянно кидает свой этот кортик туда, там где, ну сейчас у него АУЕшный кортик, но вот в первых драках он кидает в убегающего, цепляет и его, и следующего, следующего. Ну здесь конечно уже было очень тяжело, но на мой взгляд ошибся Бивер вначале, я не понял, что он сделал, но ему нужно было, если уж такая ситуация, подьюлить спектру и снять с нее ДД. Это бы хоть как-то облегчило задачу, а он никого не подьюлил, он просто ее застанил, в итоге сам погиб, и еще и Цемка погибла из-за этого очень быстро. Там, то есть у Цемки же бонус к броне во время ультимейта, но спектр с ДД его как-то не ощущало. 16 тысяч преимущества, легионка все жирнее в плане урона накопленного. Да там чуть ли в соло он Лину не убил, там мешали и в контроль взяли его ненадолго, но тем не менее, да, там дальше ЛЦ может в соло со многими персонажами справляться. Вот посмотри, статистика красноречивая, то есть с ассистов и киллов Клопа вынесла столько же, сколько гира из леса, при том, что и с линии она вынесла больше. И еще часть нейтралов. Ну, Клопа не тот герой, который нейтралов прям любит фармить, поэтому это понятно. Да и, в общем-то, зачем фармить нейтралов, когда можно фармить врагов? Ведь убивая врагов, ты как бы еще и подъедаешь у них золото, потому что за каждую смерть немножко вычитается, герой сидит в таверне и не фармит. Это реально круто. БКБ на Шейкере. Ну, Шейкер уже тоже. Шейкер как Кентавр, как Сикер, как Легионка по Нетворсу, а не прям. Да и как Гирокоптер, в общем-то. Вот у нас есть Клопа Кэри, есть Спектра Кэри, четыре таких, каких-то героя промежуточного уровня. Пять-троек, да? Ну, пять-троек фактически, да, и дальше у нас идут суппорты. Вопрос еще только один, как закончить, как подняться на хайграунд, все сломать? Да я думаю, опять же, дождаться артефактов, которых считают, что не хватает, и просто убить всех. Убьют там три-четыре человека, спокойно зайдут, сломают. Может быть, на ИП даже сдадутся. Может быть. Ну, и на ИП пока пытаются, хотя, конечно, мало что изменилось. Хаунд просто на разведку, прыгает Легионка, прыгает Шейкер. А, Спектра с Башером просто вот так вот заходит. Легионка получает Саунс, не успевает ничего сделать, но ЦМка все. ЦМку приговаривает Twin of Pen, отлично сыграно. Рассказ дается в Спектру, но Спектре как-то пока что пофиг, умирает Легионка. Ульт от Квапы, не самый лучший. Спектр в итоге выживает. А вот Легионку забрали в размен на ЦМ. Ну, опять очень плохая драка для Demon Slayers. Дает Хаунд, Хаунд в никуда и очень приходится далеко дайвить, очень сильно растягиваться. Будь игра немножко более равной под рафтом и не будет такого преимущества, они бы сейчас залили игру. Ну, здесь они могут себе такое позволить. Окей. Так сказать, Лагуну Спектру я не понял. Ну, мне показалось, что была Лагуна Спектру, я вообще этого тоже не понял, потому что там Аегис. Нападение на Лину, будет Лиоу. Он Аегис разменивает, он пошел до конца, сейчас наконец-то его выбивают, появится и продолжит зонить и на ИП. Манты задоджил стан. Юниверс уже стан третий, если не больше не попадает. Как-то у него не пошла игра тоже. Вот как-то, не знаю, Нипов как будто там в перерыве... Я вот в перерыве пошел, съел шоколадку и взбодрился, а Нипы, по-моему, наоборот, что-то обратное с ними произошло. Не знаю, съели что-то соленое, видимо. Пепеди, хороший ультимейт, но эхо-слэм от Шейкера. Стабили могут убить, кстати, он уже без Аегиса и пытается просто уйти. Скитер за ним до конца, там Шадоу Демон пытается хоть как-то спасти. Ракета летит в Кастабили, Мантастайл на развороте дерется. Они убивают пятерых, но Спектра погибает. Я думаю, это не особо важно. Спектра самоубилась в Сикера, прокнул Баш первым же ударом, но да, здесь действительно это не так важно. Спектр убили, но какой ценой? Бараки будут потеряны. Гирос еще и байбекается, двадцатку уже. Пытаются, пытаются. О, отличный врыв от Квапы. Кортик по двоим, минус Лина. Байбек от Сикера, надо уходить. 22 тысячи минус Бараки полностью устраивает Демон Слэйр. Да, можно отступить, можно пойти собрать, например, 4 баунти руны. Как вариант, в очередной раз, да. Чтобы убить статистику в этом плане вообще для НИПов. Сейчас соберут. Сейчас главная интрига, убьют ли вообще Квапу? Да, это, кстати, действительно хороший вопрос. И у меня еще вопрос, а сколько, в принципе, баунти руны за всю игру собрали у нас игроки команды НИП? Там штуки 4, мне кажется. 5. 5. 5 баунти руны? 6. 6 на 26, да. 6 на 26. Вы видели когда-нибудь такое вообще? Ну, когда 8 тысяч выигрывает с баунти рунами, это ненормально. Да, я очень давно такого не видел. Возможно, я никогда не комментировал такую игру, видел ее где-то, и поэтому не так запомнил. Но, да, НИПы здесь полностью провалили этот момент игры, да и не только этот. Ну, и теперь остается еще разочек напасть демонслейерс. Можно даже уже вот как они нападают. Но гирокоптер, конечно, просто несчастный. Он купил этот Блэк Кинг Бар, и как же ему тяжело с ним фармить. Вот, к вопросу о том, что в свое время комментаторы много говорили, и нас за это критиковали, что вот зачем эти Сэнжиньяши, Аганимы, что вообще это дает гирокоптеру. Ну вот, посмотрите, он купил БКБ первым слотом, и посмотрите на его Нетворс. То есть, купил он Аганим, у него было бы уже и БКБ, и что-нибудь еще, и возможно, что-нибудь еще. А эта БКБ, она его так затормозила, что он остался где-то, ну, на второй год, короче, остался в классе суппортов. Шейкер Грейвзы, логично. Если уж Мека и Арканы есть, надо делать зеленый ботинок хочется. Спектра готова. Будет ли хаунд? Шейкера подъявление происходит. Хаунд, и да, и бежать. Интересная атака, конечно, получилась. Будет ли баш? Нет. Просветить нечем. Лину. Очень интересная получается у нас такая атака, когда идет нападение вроде бы на шейкера, но все сразу разворачиваются и убегают. Хорошо, ульта нет. Может быть, сейчас попробуют как-то без ульта Спектра разменяться. Аганим на гирокоптере. Урона все еще нет, но Аганим есть. Ну тут просто еще и Спектр сейчас 25-й возьмет. И пишите письма. Ее вообще будет не порвать. Да, Спектр подхиливают. Прес атака, шейкер, отличная контр-инициация. Залетает Квапа в Блокинг Баре. Сейчас будет ультимейт. Ультимейт по троим попадает. Шикарно. Поднимают воздух. Стан. Неплохо. Можно? Квапа живи, Квапа живи. Юл. Я не хочу, чтобы он умирал. И на пленке уйти. Да. Он уходит. Шейкер спас. Кентавр уж замахивался Станом по таймингу, и Квапа бы не успела уйти, но Шейкер спас свои фиссуры. Курьер Радиентов погибает, Квапа уходит на телепорте, возвращается на травелах с почти полными ХП. Юниверс под Даггером, Спектра, все еще 24-й, Баш прокает, Стан, пресс-затак на Крипа. Ну да. Квапа просто пошла всех отгонять под Фонтан, снова Юл. И вот она, дуэль. Да, дуэль с Герокоптера пытаются Квапу. Квапу! За ней точно нельзя бегать, это бесполезно. Кристалл Мейден, кстати, неплохо уйдует. Квапа снова вырывается, ничего не боится. Сейчас добьют ППД. Да. И очень быстрый Скиттер очень быстро убегает на третью карту, видимо. Хотя пока ГГ еще не написано. Ну что, байбеков нет, ничего нет. Тут все сейчас подхилится Грейвзаме от Шейкера. Портификейшн. Как же они не хотят проигрывать эту карту, как будто, не знаю, финал Интернешнала, счет 2-2. Игра идет до конца. Там еще Т2 снизу стоит, может быть, как-то на это надеются, но мы все прекрасно понимаем, чем это закончится, рано или поздно. Нет, они пойдут в трон. Хаунд, прыжок на Сикера, с первого удара башка. И туда их под фонтан гнать. Да, да, да. Выбивать, наверное, там уже не стоит, ну разве что. Да стоит, вперед. Избиение продолжается, очередной байбек, больше их нет. Ну и сейчас игра будет завершена. Да, 31 тысяча перефармы, Бивер тут еще пытается как-то, стоя в шадуу амулете, что-то делать вместе со Скиттером. Кримсенгард на вышку. Они реально до последнего играют, они не хотят сдавать. Нет, мы не проиграем. Стадия отрицания какая-то бесконечная продолжается. Ну, Сикер погибает, отдавая дуэль. Еще один фраг для Квапы. Набивают КДА мидеру команды оппонента. Куда уж дальше набивать? А сколько у него сейчас? 18-0-23. С ума сойти. Он участвовал, вернее, он не так, он не участвовал только в трех киллах из 45 в своей команде. Ты такое видел когда-нибудь? Нет, вот такого я точно никогда не видел. 42, без смертей, такой процент участия в убийствах, я такого реально не видел абсолютно никогда, и мне кажется, что это слишком. Ты не хочешь поднять стульчик себе немножко? Да пусть так. Ладно. Мы, в общем, повысим обязательно Морталис. Третья карта все-таки будет? Да, третья карта у нас будет. В общем, карта получилась огонь, и вот то самое произошло, то самое, о чем подозревал Ярослав. Я, я, я. Подозревал. Я чувствовал, вот, я чувствовал, зацепка будет какая-то. Ну, я не знаю, как объяснить, но эти, но, как они, баберы, баберы такие, знаешь, вот, ты вот смотришь, иногда на пик, он паберский, и ты чувствуешь, как они каким-то вот образом где-то вот схватят ППД за одно место и уже не попустят его. Но на самом деле, скорее всего, вся вообще вот эти вот, весь анализ идет в одно место, потому что у человека действительно просто, он просто соло на квапе. человек в аппе был, абсолютно. Ну, да, сейчас такое очень редко увидишь, когда один игрок умудряется быть везде, успевать вообще на карте, делать все, при этом не умирать, и фармить, и гангать. Ну, действительно, ты понимаешь, что он поучаствовал в 42 фрагах из 45, и ни разу не умер, да? Как он не умирал? Сколько хайлайтов он нам подарил на этой карте? Это тоже одно загляденье. Везение, это, конечно, в какой-то степени, но неважно, взял сильнейшим, бла-бла-бла. Жестко было. Уба-ба-ба. Как этому парню можно было дать некродеду на первой карте? Зачем вообще, если он на активных героях гораздо и гораздо лучше? Вопрос. Мы убедились на этой карте. Хороший, конечно. И другой вопрос. Гуннер на миде. Почему туда именно пошел этот герой? Почему нельзя было все-таки гирокоптера на легкую отправить? Никто не знает. Спроси Даггера. Ответа нет. Чего? Ответа нет. Ну, спроси Даггера, тут мы как бы не в курсе. Опять же... Hello, Peter. Да-да-да. Опять же, говорили же мы про эту тему, я в частности, потому что много раз ты видел в последнее время в доте и ситуацию, где Бладсикер стоит действительно против любого персонажа в миде и против кого-то не исключение, если ты Бладсикеру помогаешь. То есть, ты активно просаживаешь противника по здоровью, так что Бладсикер постоянно использовал свою пассивку. Невозможно против... Ну, как бы, ничего там загинаете, никакие корточки КВП тоже не помогают, если ты это делаешь. То есть, ты приходишь на линию триплой, как вот я предлагал геокоптера Лина Мэйден, и просто нон-стоп дерешься, размениваешься по жизням, ты это можешь себе позволить, потому что у тебя три спамера, считай, на линии, а у противника спектра, шейкер и шадоу-демон. То есть, это герои, которые не могут ответить. Знаешь, это боксерские груши такие стоят, ты их сбиваешь, и Бладсикер постоянно на МС будет фармить, будет хилиться и так далее. Не знаю, почему, отправили туда геокоптер, и он просто слил этот лайн в салатень. А тут, скорее всего, все проблемы пошли. Другой вопрос, что парень вот этот Анигилейт, он очень круто воспользовался тем преимуществом, которое он получил с МИДа. И это не каждый способен, так что тут, конечно, ему слабый почет. Вот. Здесь, знаете, посматривая эти хайлайты, я все-таки убеждаюсь, что троечка с аурами и под сейвами очень сильно влияет на игру. В некоторых моментах Анигилейт не выживал бы, если бы не было именно такой роли в команде. Пресс за атак спас его в предыдущем хайлайте, и будут еще моменты, где он будет благодаря этой способности выживать. В целом, действительно, та пассивная игра, которая была на карте предыдущей, не идет совершенно вот этим ребятам из Демонстрии. Все верно, все верно. Ну, это чисто активные, суперактивные, такие очень крепкие папы, игроки, прям очень крепкие. То есть, микро у них невероятные. Вот ты смотришь, как играет, как вот Тинни на прошлой карте играл, как Анигилейт играет, как играет Шейкер. Очень круто, они все вот рейнджи. Короче, у них почти нет такого, знаешь, что какие-то микро ошибки, кто-то что-то не нажал, не прожал, все суперкруто жмется. Им действительно нужно по такому поводу просто активные герои, которые будут прожимать свои кнопки, будут просто красиво драться. Притом, кстати, они все, вот вчера мы обсуждаем, что они КБ на очке, они все максимально не на очке. Они просто всегда идут вперед, разворачиваются в любой момент, что там спектрами с того, чтобы бежать на 200 хп, он разворачивается, старается выдать максимальный ДП, ну даже, это даже сейчас будет. Вот он бежит, ну пока понятно, потому что оставаться вообще суицид, но вот здесь он просто в один момент только выбежал из Бладрайт, разворачивается и сразу драться. Ну потому что внести максимальный урон, нет такого, что как-то спасите, помогите, то есть пытаются просто выдать максимум в любой ситуации и, как мы видим, оно работает. Дим, ты подозрительно молчалив, расскажи свое мнение. Мне понравилось то, что в этот раз у них было понятно, какой у них лейт, то есть в прошлой игре была там какая-то супер такая сложная комбинация, которую нужно было реализовать, и Корблансом, понятно, здесь реальность спектра. Вот если игра дотягивается, понятное дело, что спектра это один из сильнейших лейт геймов, а здесь Шадо Демон, который был взят на фирспик, он как бы еще сильнее стал, потому что у тебя есть спектра и еще две иллюзии со спектры, которые, если что, тут развалят всех, и Герокоптер, и Лину, и Сикер, и всех остальных. И в данном случае так получилось, что они, во-первых, и верли гейми, и сыграли очень хорошо и в мид гейме, сыграли классно, и при этом, если бы не полидировали, если бы они выходили в лейт, то тут как бы спектра бы убил Герокоптера и Сикер вообще без шансов, и даже если бы у Нипова было какое-то преимущество, спектра бы это, ну, дело спасла. И это прям вот такой хороший сбалансированный пик, где есть и АОЕ, и подсейв, и врыв, и инициация, где есть почти все вообще, все на свете. Радуется, смотри, как. У меня было опасно только то, что Сикер встанет в мид. Он реально встает в мид, вешает на себя Blood Rage, забирает всех крипов, особенно если там идет война на одной линии, не на второй линии, и вот тогда реально он начинает, ну, борется по карте. Но здесь ничего подобного не было, здесь такой Сикер стоит на легкой, он стоит с еще одним героем за счет этого, у него не такой высокий левел, Клопа наоборот в миде получает огромный левел и просто в соло выносит все линии. Просто пришла на одну линию с Легион Командером, убила, пришла на другую линию, убила, и она прям MVP этой карты. Ну, в целом классно, вообще командную игру показали Демон Слэйрс, и хорошее подключение от Шейкера, были, помогал он Анигилейту убивать и набирать ту мощность, которая пригодилась в дальней стадии игры по итогу. Ну, и действительно, Люба дорого было смотреть за этими ребятами, да, пассивная игра, это определенно не про них, и 1-1, счет в итоге, это все благодаря их стараниям и умениям исполнить в своем стиле. Гуннер, мне кажется, сильно потерялся, все-таки, согласен я с комментаторами, что есть к нему вопрос, зачем надо было рашить Бакабая, если приоритетней было собрать все-таки Аганим, от него было бы больше профита, в этом я с комментирующим согласен. Они поменялись местами с Queen of Pain, в прошлой игре Queen of Pain была не на очень мобильном герое, а Гуннер бегал, всех убивал на Эндерспирте, здесь наоборот, бегает этот Герокоптер просто на замес 5 на 5, а с другой стороны Queen of Pain, который выносит всю карту, походу, и одному, и второму нужен супер мобильный герой, который способен творить чудеса на карте. Ну, и тройка, тройка тоже, Юниверс немногое смог сделать кентавром в этой игре, все-таки баферы это сила в данной мете, как кажется мне, по моему скромному мнению. MVP, эта карта однозначно аннигилейт, кого бы вы могли положительно выделить со стороны NIP, чьи действия понравились, кто мог вытащить эту карту или как-то подпровалились все? Как-то не отметил бы я никого вообще, ну, мне кажется, что тут только с негативной точки зрения, короче, в негативном ключе такое же можно отметить, например, того, кто придумал такие лайны. Было ли это PPD, было ли это они вместе, потому что вообще, что они сделали, я сейчас так понимаю, они изначально пришли треплой с кентавром, сейчас они к кентавру, они почему-то подумали, решили... Сейчас загнобим спиктру, и все нормально будет. Ну, что типа, кентавр выиграет им игру, но кентавр не выигрывает игру, вот в чем проблема. Выигрывает игру Bloodseeker выигрывает игру Герокоптер, скорее всего Герокоптер, соответственно, Герокоптер нужно поставить в комфортные условия, иначе тяжело будет, а Герокоптер стоял в максимально некомфортных условиях, он стоял в миде против Квапы, которая сильнее, еще и с гангующим Шейкером, который приходил и еще и помогал Квапе, то есть, хотя Герокоптер, очевидно, можно было бы либо спрятать на легкую, либо прийти с ним на сложную, и там и там можно было создать очень сильную, очень сильную, как бы линию для него, ну, а чтобы кого-то выделить в положительном ключе, я бы не сказал, типа, они просто проиграли довольно в сухую, тяжело в такой ситуации кого-то выделить. Ну, я так понимаю, мы можем ожидать сенсации на следующей карте, и ее, кстати говоря, эту карту мы обсудим после небольшого перерыва, оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok